Здравствуйте! В эфире информационная программа Ахбаро-24. В последние годы Узбекистан активно работает над реализацией по переходу к зеленой энергетике с акцентом на использовании возобновляемых источников энергии. Учитывая климатические условия страны, обладающие значительным потенциалом для генерации солнечной и ветровой энергии, в Ухарской области также проводится комплексная работа в этом направлении. Важно отметить, что предпринимаемые меры поддерживаются органами прокуратуры. Оказывается, необходима консультационная помощь юридическим и физическим лицам. Детали в материале нашего корреспондента. В среднем в Узбекистане 320 солнечных дней в году, что означает огромный потенциал для развития альтернативных источников энергии. Благодаря своему географическому положению в Ухарской области реализуются новые проекты по эффективному и рациональному использованию имеющихся возможностей. В частности, в акционерном обществе «Узбекнефтегаз» разработана дорожная карта, согласно которой на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе поэтапно устанавливаются и вводятся в эксплуатацию солнечные панели. Так, в Каракульском районе на производственных мощностях были установлены солнечные панели. В ходе мониторинга Бухарского нефтеперерабатывающего завода были даны необходимые консультации по повышению энергоэффективности и управлению энергопотреблением, а также снижению воздействия парниковых газов и выбросов вредных веществ в атмосферу. В настоящее время все наши электростанции работают на полную мощность. Произведённая электроэнергия покрывает более 12% месячного потребления нашего завода. Для эксплуатации и использования этих мощностей создан новый отдел, основной задачей которого является эксплуатация и обслуживание альтернативных источников энергии, таких как солнечные электростанции и ветряные турбины. Принимаемые меры способствуют не только эффективному и рациональному использованию электроэнергии, но и увеличению доходов производственных субъектов за счёт имеющихся возможностей.